оперативная обстановка на фронте к вечеру 18 мая очень коротко о текущей ситуации на линии столкновения в николаевской и херсонской областях продолжаются позиционные бои идут взаимные обстрелы и артиллерийские дуэли генштаб в ссу заявляет что по данным их разведки корабельная группировка в мф россии готовится нанести массированный ракетный удар по одессе и ее пригородам в мелитополе сегодня произошел теракт во время следования российского состава с бронетехникой прогремел взрыв на железнодорожных путях к счастью погибших в ходе инцидента нет вагоны и грузы пострадали частично в мариуполе продолжается сдача в плен украинского гарнизона на данный момент сложили оружие издались более тысячи украинских военнослужащих и боевиков националистического подразделения азов по запорожскому направлению свежих данных пока что нет кроме информации об активной работе российской артиллерии по угледару на донецком фронте идет подготовка к штурму авдеевки позиции в ссу в городе находится под шквальным огнем артиллерии идут бои под горловкой войска днр ведут наступление в сторону тарецка союзные войска вплотную подошли к нью-йорку сообщается о начале штурма города в районе попасной войска днр расширили свой плацдарм и ведут бои в прилепчатиной в рубовке подразделения донецкой республики пытаются продвинуться к трассе бахмут лисичанск продолжаются бои за камышеваху и на подступах к золотому ведутся интенсивные обстрелы горского и волчьяровки на луганском направлении подразделения рф и лнр пытаются взять в оперативное окружение группировку в ссу в лисичанске и северодонецке передовые подразделения союзных войск уже ведут бои в сиротина завершается зачистка щедрищего в районе населенного пункта протопоповка уничтожено понтонная переправа в ссу наведенная для форсирования реки северский донец на севере харьковской области в ссу пытаются укрепиться на занятых рубежах украинские подразделения стоят на рубеже старый салтов рубежная терновая по казачьей лопани в ссу наносят интенсивные удары сградов артиллерийские подразделения российских войск ведут заградительный огонь спустя два с половиной месяца уже можно подвести некоторые итоги войны на украине взяты крупные города херсон и мариуполь азовское море стало внутренним морем россии по заявлению российских властей начата работа по интеграции запорожской и херсонской области в экономическое пространство россии одновременно с этим выявились серьезные проблемы в оснащении армии донецкой и луганской республик а также отдельных частей вооруженных сил российской федерации многие из этих проблем уже осознаны начинается работа по снабжению войск современными тактическими средствами на этом пока все мы продолжим следить за развитием событий на восточном фронте и Продолжение следует...